Приветствую вас, дорогие зрители! Сегодня я хочу показать свою консервацию. Это настойка от боли в суставах, в позвоночнике, если есть какие-то мышечные боли, миозиты, миалгии, неврологии. Это всё тоже очень хорошо помогает. Практически настойки у нас могут храниться до 5 лет. То есть вы можете, главное, закрыть очень хорошо баночку. Можно даже закатать обычной крышечкой для консервации, поставить её в тёмное место или в шкаф. И будете всегда знать, что у вас есть средства для восстановления здоровья опорно-двигательного аппарата. Такие же настойки наружно. Наружно мы применяем и при варикозе, при любых болях. Это могут быть артрозы, артриты, отёки, подагра, ревматоидные артриты, любые неврологии, миозиты. Всё, что у вас болит, стреляет, остеохондрозы, эти настойки очень хорошо помогают. Я их делаю практически из того, что у меня растёт в саду, в огороде и делаю разные композиции. То есть прохожу вот так вот и вот зная определённые растения, которые, в общем-то, вы даже не догадываетесь, сейчас я их перечислю, вы можете уже сейчас заготовить прекрасные настойки от боли в суставах. Это, прежде всего, наружное применение. Значит, что я сюда положила? Если вы будете позже смотреть моё видео, всегда запомните. Очень хорошо это сирень фиолетовая. Это первая настойка для снятия боли. Если уже нет цветов сирени фиолетовой, я просто вот нарвала листики. Так, листики. Просто я нарвала листики. Вот просто я нарвала первые. Это листики сирени. Они очень хорошо снимают болевой синдром, воспаление, улучшают кровообращение. Вот. И это очень хорошо. Запах такой тёпкий, приятный. Вы знаете, такое впечатление, будто действительно это какой-то вот такой живительный бальзам. Дальше. Вы уже знаете о том, что я вам рекомендую использовать все синие цветы, все фиолетовые цветы сада-огорода. Ну вот, например, если у вас свели подснежники. Вот у меня традисканция садовая называется. Мы часто её, я вам её показываю. Сейчас вот колокольчики у меня цветут. Синий фиолетовый платикадон называется. Из колокольчики почвопокровные. То есть, мускарики синие. Все синие цветы, это прекрасное средство, более удаляющее наружно. Вовнутрь мы их категорически не пьём. Сюда мы можем положить и все цветочки лилии и лилейника. Ну вот сейчас я, наверное, вам переверну. Вот. И вы увидите, что вот там цветут уже лилии. Лилии белые, лилии жёлтые. Вот здесь вот справа цветёт. Вот там вот у нас где-то вот тут вот колокольчик синий цветёт. Платикадон. Это всё очень хорошо. Даже вот эта вот питунья фиолетовая, она тоже вот уже на грани отцветания. Вы тоже её можете класть в настойку для наружного применения. Здесь у меня, как я сказала, лист можно подорожник положить. Лист ореха можно положить. Лист хрена можно положить. Шелуха лука будет очень хорошо для суставных заболеваний. Шелуха лука будет очень хорошо. Я положила все синие цветочки. Платикадон я положила. Колокольчик у меня такой почвопокровный идёт. Листики лилии я положила. Можно и цветы, можно и листики заготавливать. Традисканция садовая очень хорошо. Орех можно положить. Листья сирени обязательно. Обязательно. Они доступны, они очень хорошо. И вот, конечно, лист хрена, я, по-моему, вам сказала. И, в общем-то, вот такие закатки будут помогать мне, моему мужу в осенне-зимний период или когда будут какие-либо заболевания с опорно-двигательным аппаратом. Повторяю, такие настойки могут до 5 лет у вас храниться. Вот. И очень хорошо. Даже у вас уменьшится количество жидкости. Ну, вот. Вот у меня, значит, я делаю полбанки, забиваю растениями и заливаю таким количеством алкоголя. Тройным одеколоном можно. Ну, вот листья впитали немножко у меня. И я добавлю чуть больше. Или я уже пользовалась, я уже не помню. Я уже не помню. Вот. Стряхиваем периодически. И это очень хорошо и прекрасно поможет мне в период, когда сырость, когда холодно, когда я буду чувствовать какие-то боли. То есть, буквально всё, что вы можете найти в саду, в огороде, прекрасно действует. Даже те же листья крыжовника, смородины, клубники, земляники, чашелистики очень хорошо помогают. Листья молочая очень хорошо помогают. Хвойные веточки, хвоинки только не принимаем вовнутрь, если мы добавляем хвоинки можжевельника, кипариса мы добавляем. То есть, это для наружного применения. Там эфирные масла будут очень-очень хорошо. Я надеюсь, что вы подписаны на мой канал. Поставьте колокольчик, чтобы было оповещение встречи со мной. Просматривайте плейлисты «Цветы для здоровья», «Травы для здоровья», «Приоритет ваших заболеваний». И, конечно же, не пропускайте стримы, на которых я обсуждаю и оговариваю разные темы, отвечаю на вопросы ваши, мотивирую вас, чтобы вы были здоровы, чтобы у вас всё было здорово. Ну, а я пошла делать закрутки-закатки фитотерапии. Спасибо, что вы были со мной. Поделитесь этим видео в соцсетях. Я буду вам очень-очень благодарна. Напишите в комментариях, какие растения вам помогают именно при болезнях суставов. Что вы пользуетесь, а даёте предпочтение мазям, кремам или всё-таки вот таким вот настойкам. Спасибо, что вы были со мной. Не болейте.